Добрый вечер. Хорошо слышно? Вы можете поближе подвинуть всю стойку и установить микрофон, как вам удобно. Вопрос будет немного длинный. Жизнь – это чудо. Живая клетка – это что-то совершенное, удивительное. И мой ум не может понять, как жизнь может возникнуть из ничего. И мой ум не может понимать, как жизнь может появиться из ничего. Это вопрос. Это вопрос. Это вопрос. Но так есть. Жизнь возникает из ничего. И вот это ничто – это не так, чтобы это ничто совсем. Это означает, что это не что-то. То есть, на самом деле, это не нечто, потому что у него нету имени, нету формы, нету качеств. Но оно существует. И самое интересное в этом – то, что ты являешься этим. Это есть то, кем ты являешься в действительности. Ты есть это. Ты есть то, что переживает вот это. Ты есть то, откуда изошло вот это. Да, но как жизнь во Вселенной возникла. Да, но как во Вселенной возникла жизнь. Да, но как жизнь во Вселенной возникла жизнь. Да, но как жизнь возникла жизнь? Это очень хороший вопрос. И на фейсбуке меня кто-то спросил точно такой же вопрос. Как этот мир появился? как появилась эта жизнь. Ну, вот. Вот вам ответ. На самом деле, ни жизнь, ни мир никогда не появлялись. Они всегда существовали. Они всегда были здесь. Они всегда были здесь. То есть мир, он был или же в проявленном состоянии, или в потенциальном состоянии, в состоянии полной готовности, как только так сразу он появится, проявится на поверхности. Но источник этого мира, этой Вселенной, он не имеет ни начала, ни конца. И все, что исходит, рождается этим источником, оно по определению, по сути, должно быть таким же, как источник. И я говорю, должно быть, по сути, таким же, как источник. Только потому, что я сейчас, как бы, говорю, для логичного понимания. Но это не так, что оно должно быть. Оно, то, что исходит из источника, оно и так, по сути, такое же, как и сам источник. То есть проявленное, оно, как и источник, не имеет ни начала, ни конца. И тот факт, что ты сейчас не можешь видеть звезды, не означает, что звезды не существуют. Все уже существует. И даже если нет, если не существует, все-таки оно есть. Оно ждет своего момента, чтобы появиться. Единственное, что происходит, иногда ты осознаешь все это, иногда ты не осознаешь. То есть иногда присутствует осознавание, иногда нет. Но иногда бывает, что сознание нет, ты не в сознании в этом теле, но вот в том теле, и ты в сознании. Это нечто разумное, оно как бы самоустраняется из физической формы. То есть когда нет сознания, это разумное, оно самоустраняется, чтобы отдохнуть. Чтобы не было этой перегруженной, That's what you experience as sleep. This is what you experience as sleep. It is what you experience as sleep. Deep sleep, dreamless state. So the body can rest. But the body is there. Everything is there. But in this particular case, the light of consciousness is off, so you cannot perceive anything. Просто в каком-то отдельном случае сознание выключено, свет сознания, он выключен. И получается, что вот там ничего не воспринимается. There is no perception through that particular form. One can say it is better. Или лучше даже сказать, что нет восприятия в какой-то конкретной форме. This universe has been just reshaped, remodified, Modified. It has been changing all this. It has been changing all this. But never came into existence, and it will never end. But it never came into existence, and it will never end. So there was nobody who created it. No, these are fairytales. Creation in seven days, and et cetera, et cetera, et cetera. Вот это творение за семь дней, и так далее. Stories. Some people say that there are a lot of compassion for those who cannot understand the absolute truth. Some people speak about spontaneous manifestation. How long does it take a manifestation to be in front of you when you wake up in the morning? Некоторые люди, они рассказывают, допустим, о этой мгновенной, о том, что проявлено, оно появилось мгновенно. То есть, допустим, как долго требуется миру, чтобы предстать перед тобою, когда ты просыпаешься поутру? Спонтанно, без усилий, ты просыпаешься. И точно так же спонтанно, без напряжения, ты потом засыпаешь. Спонтанно, this is going on during the awakening state. И когда ты наяву, вот это все продолжает, имеет место быть. Точно так же спонтанно, без напряжения. Спонтанно и без напряжения. Сегодня он пробужден во время беседы. А вчера спал. Ничего страшного, я шучу. Может быть, вы были уставшие после работы. Я рад вас видеть. ничем нельзя управлять. Можно только сказать, что все под контролем. и любое вмешательство или попытка вмешательства со стороны эго ума только все портит. Но даже на самом деле оно ничего не портит. Просто попытка поцарапать это зеркало Абсолюта. Потому что если ты сравнишь размер этого тела с размером солнца, если ты сравнишь размер этого тела с размером солнца, это тело, это на самом деле ничтожное, 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 маленькое частичка ничего. Это такая оживленная космическая пылинка. И создает это впечатление, что она, эта пылинка, такая классная, такая большая, такая значимая, такая особенная, такая великая. Такая важная. Такая важная. И даже статуя. И даже статуя из тела. Настолько важная, что иногда ты даже из этого тела можешь сделать статую какую-то. Смотри. Смотри. Это факт. Здесь мы имеем дело только с фактами. Мы не разбираемся с историями, с мифами. Мы имеем дело с истиной. А не с какими-то мифами, выдумками и так далее. Следующий вопрос. Следующий вопрош. Все, больше нет вопросов. Вопросы вон там. А next question is a question. Видите? Если не ты думаешь, что ты важен, то кто-то за тебя подумает, что ты важен. Если не думаешь, что ты великий, но кто-то за тебя, ой, молодец, молодец. Приветствую, Цезарь. Привет. Очень рад тебя увидеть здесь. Очень рад тебя увидеть. Я это увидел только в интернете. Некоторые ребята делают меня знаменитым и важным. Ну, я свой вопрос начну с небольшого рассказа, потом задам вопрос. Я хочу начать мою вопрос с твоей историей, и потом будет вопрос. Мой рассказ? Какой рассказ? Нет, я сначала расскажу, чтобы потом задать вопрос. Мне послышалось со своего рассказа? Да, с моего, да. Вы говорите ближе, я не знаю, вы можете как-то еще микрофон Цезаря настроить? Потому что у меня пропадают слова, я не слышу его слова. Я не знаю, в чем дело. Сезэна? Да нет, может быть, это нормально, мне кажется. Я постараюсь почетче, может быть, говорить. Да, пожалуйста. В 2009 году у меня было такое событие в жизни. В 2009 году я получила такое событие в жизни. Которое очень сильно было важным для меня психологически. Оно меня давило, это событие. Это было довольно важным событием, потому что он меня управляет психологически. И я ушел, уехал на 4 месяца в другой город. Куда? На 4 месяца в другой город уехал. Я уехала от здесь за 4 месяца в другую город. И там что-то, в общем-то, произошло такое странное. Я был там, и что-то странное, что-то странное случилось там, в другом городе. Я стал себя чувствовать несколько иначе, чем до этого. Я стал себя чувствовать несколько иначе, чем до этого. До этого меня беспокоили все проблемы, из-за которых я уехал очень сильно. Но потом они меня перестали беспокоить. Абсолютно причем. Я беспокоился из-за того, что, ну что же мне делать, то есть, как мне поступить в той ситуации. Я очень беспокоился из-за этих проблем, которые возникли. Но это было связано с моим бизнесом, с моим делом. Но потом произошло вот это, потому что было очень сильное такое психологическое напряжение у меня. И вот это состояние, которое появилось после вот этого. Сейчас я задал вопрос. Еще немножко. Я задал вопрос. Хорошо, давай, не спрашивай. Я весь превратился в уши. Я все время, мне все время было интересно, почему мои уши такие большие. Я не знал, что раньше я не знал, что мне придется выслушивать столько историй. Я понимаю. Я понимаю. И вот этот, я не понял. Но почему нос такой, я еще не вертобралась. И тогда я впервые посмотрел на свои мысли со стороны. Вот в тот момент. И это было очень приятное состояние. И это было очень приятное состояние. Вот. Но потом... Потом? Потом? Давай. Давай, говори. Потом я вспомнил об этом только через год. А опять я вспомнил об этом состоянии. То есть оно опять пришло. Я заснул на целый год после этого. И тогда, когда это произошло. И это было подобное событие или десять суть случился. Потом я ушла за один год. И один год я это вспомнил об этом. Потом осталось... Твоя история, она на самом деле очень известна, она очень распространена. История пробуждения. Тогда я перейду к вопросу, чтобы, ну, как сказать, не... И сейчас, вот данный момент, настоящий момент. Происходят такие вещи, что я осознаю мысли, я осознаю чувства, ну, есть процесс вот этого осознания. Next thing is happening, I am aware of my thoughts, I am aware of my feelings, of my emotions, and so on. So, this process of being aware is taking place. It has been always taking place. На самом деле, это осознавание, оно всегда присутствует. But there was always an identity with the body, with whatever you were aware of or conscious of. Но до этого вместе с осознаванием присутствовало отождествление с тем, что ты осознаешь, с любыми формами, с телом и так далее. И вот это отождествление с определенной формой и создает ощущение, что есть некий отдельный я, некое независимое существо. То есть, иногда ум выступает в качестве твоего ума, но иногда ум становится тобою. То есть, бывают такие моменты, когда мысли представляют из себя всего лишь проплывающие облака, что-то, что приходит и уходит, но в какой-то момент они настолько тебя захватывают, они становятся настолько значимыми, настолько важными, что ты начинаешь придавать реальность чему-то, у чего, по сути, нет никакого значения. То есть, у мыслей или у слов. И тогда начинается назначение каких-то определенных качеств всему, что происходит. Это хорошее, это плохое, это правильное, неправильное, это лучшее, это хуже и так далее. Светлар, я понимаю, о чем ты говоришь. У меня вопрос вот какой. И моя вопроса это. Процесс этого засыпания, он стал сокращаться. То есть, спать стал меньше. То есть, это был сначала год, потом это стал месяц, потом это стал неделя. То есть, эти периоды стали сокращаться. Засыпание в плане... Да, да, да. И now, these periods, when I'm sleeping towards my nature, these periods, they're coming, they're getting less and less. So before, I would fall asleep for one year, then for one month, after for one week. Но когда я наблюдаю эти мысли со стороны, то с каждым разом это становится какой-то битвой уже. Но, you know, when there are periods, when I can be aware of my thoughts from a side, from time to time, it's getting more difficult and more difficult. It looks now like a struggle. Like a battle. Да, потому что, да, такое впечатление, что слишком долго все эти мысли происходят, и все никак не уходят. И ощущение вот этого накопившегося мусора какого-то, который вот выходит, выходит, выходит. И самое тяжелое для меня было расторжествление с религией. С религией, с духовностью, самое было тяжелое расторжествление. Это было самоболезненное расторжествление. О, да, потому что такое отождествление, оно очень мощное. И вот сейчас, когда все это происходит в осознании, возникает это чувство какого-то блаженства, экстаза. И сейчас, когда осознание находится, то есть ощущение благословения. Это как экстаза. Ну, Цезарь, у меня, в принципе, нет вопросов на самом деле. In reality, Цезарь, I don't have any questions. In reality, actually, I don't have any questions. Я просто хотел побыть рядом с тобой. I just wanted to stay nearby. That's okay, that's okay. Это нормально. Спасибо. Stay there, stay there. No, no, stay there. Побудь еще. You want to be there, and now you want to go. It is natural. See, heaven and hell, мам-ма-мия. Рай и ад. If you behave like this, you go to heaven. If you behave like that, you go to hell. Вот эти вот идеи, они из себя такое, ну, они настолько раздутые, что если ты себя вот так будешь вести, ты попадешь в ад. Если же по-другому, ты попадешь в рай. А истина в том, что не существует ни ада, ни рая. И то, и другое — это иллюзия. И эти иллюзии были созданы только для того, чтобы управлять людьми за счет страха. И все, ничего больше. И я могу на тебя посмотреть, и теперь у меня власть над тобою. И если моя одежда будет такая черная сутана, и какая-то там шапка определенная, то ты будешь дрожать передо мной, чувствуя, что я представляю собой какой-то авторитет, какую-то власть. И это тоже всего лишь такое нечаянное, нечаянный случай, нечаянное происшествие, здесь некого винить, потому что это произошло неосознанно. И сейчас я хотел бы обязательно кое-что уточнить. Вот такие мои слова, они никогда не относятся к каким-то конкретным людям, к каким-то конкретным организациям, заведениям, системам. То есть это вообще не относится к никакой личности, потому что личности вообще нет. Представь, что ты православный священник, что бы это ни значило. И перед тобой сидит девушка, и она медитирует. И ты бы ее выгнал отсюда, потому что это грех медитировать. А вот для меня грех не медитировать. То есть у тебя есть какая-то идея. И ты отождествился с этой идеей. И это не ты чувствуешь себя плохо, эта идея чувствует себя плохо, потому что ей что-то произошло, что противоречит этой идее, ее как бы унизили. А ты можешь это ощущать, как будто бы это тебя унизили. Допустим, если я скажу, что ты дурак, и ты обидишься. То есть, скорее всего, у тебя есть идея, представление. У тебя есть какое-то представление или образ себя, и то, что было сказано, противоречит этому образу, то есть в этом унижении. И кажется, что тебя унизили, но на самом деле тебе это кажется только потому, что есть отождествление с какой-то формой, либо физической формой, либо ментальной формой. И религия, это должно быть действительно наиболее влиятельная вещь, которая существовала, когда бы то ни было. И религия может, ну, иногда может даже довести до болезни, потому что иногда эти что-то религиозное, оно подавляет до болезни. И все, что ты подавляешь, оно в итоге вылазит обратно, как какая-то болезнь. Скорее всего, так и будет. Большинство из тех, кто насилует сексуально, это те, кто в какой-то момент когда-то подавляли в себе сексуальное влечение. То есть единственное, что в этом стоит винить, это какую-то идею, имела место какая-то идея, подавлять, не разрешать себе. А когда нет подавления, когда ничто не подавляется ни в каком виде, когда не происходит никакого рода контроля от ума, когда любой вид, любая форма человеческого выражения может происходить наиболее гармоничным и прекрасным образом. И вот в итоге у нас заложен целый набор каких-то идей политических, религиозных, культурных, как программы. Мы всегда боимся, мы постоянно в страхе. Каждый шаг в нашей жизни мы совершаем из страха. И из чувства небезопасности. Из чувства неуверенности, что самое страшное, что мы чаще всего даже не замечаем это зажатие, это неудобное ощущение внутри, которое постоянно нас сопровождает из-за вот этой неуверенности, страха и так далее. Чем больше ты это замечаешь в себе, тем больше ты начинаешь понимать, почему ты себя чувствуешь определенным образом. И чем больше ты понимаешь причину, почему ты себя так чувствуешь, а причины на самом деле нет, потому что причиной всегда является только идея. Как только ты замечаешь эту идею, она сразу же уничтожается. Отождествление уходит и возникает ощущение полной свободы. Ты можешь идти, допустим, по улице, и любой человек, который на тебя смотрит, он заставляет чувствовать себя неловко. Или же ты просто на кого-то смотришь, и этот кто-то сразу же начинает принимать какой-то образ, защищаться как-то. И, возможно, 95% людей этим постоянно и занимаются. Они пытаются неосознанно мысленно удерживать этот образ себя, это представление о себе. И нет ничего более тяжелого, чтобы нести и поддерживать, как репутация. А религия поддерживает как раз обратное. Оно говорит, нет, ты должен заботиться о своем добром слове, о добром имени. Тело твое умрет, но имя останется. Да кому какая разница? Кому будет разница, какое имя после того, как тело уйдет? То есть у тебя, ты настолько сможешь гордиться собой хорошим, что даже после того, как тело умрет, ты уже ничего знать не будешь, но ты настолько был хорошим, что тебя там кто-то еще помнит. То есть система тебя программирует таким образом, что она тебя заранее заставляет гордиться гордиться чем-то, что, как предполагается, ты переживешь после смерти. И вот это какая-то такая несостыковка, это нечто дисфункциональное. Нечто, что проявляется вот таким вот дисфункциональным образом сейчас в человеческой форме, но в этом некого винить. Потому что все это всего лишь такое происшествие, это все происходит неосознанно. Я называю это космическое происшествие, или космический упс. The appearance of having separate existence. Упс в том, что кажется, что у тебя есть отдельное существование. There is no cat that is taking care of his or her reputation. There is no cat that is taking care of its reputation, or a lion, or a flower, or... Потому что кот, или лев, или цветок, они никогда не заботятся о своей репутации, о своем добром имени. There is no whale that is trying to go to heaven or to avoid hell. Или нету никакой киты, допустим, они не занимаются тем, что пытаются попасть в рай, только чтобы не попасть в ад. A bird doesn't know what God means. А птица вообще не знает, что означает Бог. Wow, это же хорошо. A flower could... 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 It makes no difference, as far as the flower is concerned. Sorry. The flower doesn't care if you think it is beautiful or ugly. It's not going to make an effort to change, so you are happy. As we do. We try to become somebody. So parents, society, culture, tradition, religion, religious, politicians are happy. See, it's a very high price to pay my own happiness for someone else's happiness. My misery for someone else's satisfaction. Моё несчастное состояние ради чьего-то удовольствия. And the result is that. And this is the purpose of these talks. And this is the purpose of these talks. To become aware of our psychological conditioning. To become aware of our psychological conditioning. Our ideological programming. Our ideological programming. So it can collapse. So it can collapse. It collapses inside, it collapses outside. I'm not talking about the collapse of a particular president or a particular... No. Because even if there is collective awakening, there must be some form of organizations to deal with the practicality of life. I'm not saying personal about what I'm talking about. I'm talking about something, not someone. I'm talking about something, not someone. I'm talking about something, not someone. The identity with this something creates an imaginary someone. It's another idea. And this is not something that you, or I, or he, or she is doing. This is not. No. What is your name? Alexander. It's not Alexander who is awakening, or Caesar who is awakening. It's not a beautiful woman. It's not Alexander, it's not Caesar who is awakening. It's not a beautiful woman. Caesar cannot wake up. Because Caesar cannot wake up. Awakening is the awakening of the idea of being Caesar. It's the awakening of the idea that who is Caesar. Are you following? So this process is unavoidable. It's nothing that anybody can do about this. This process is unavoidable. It's nothing that anybody can do about this. You see? Good morning. It's something that, yeah, is your puff. You see? Ba-baf. And your identity collapses, and then you feel so happy. And you're free. And who will not dance, and laugh, and jump, when he's released from jail? And you tell me. If you release a wild animal, this wild animal, you start running around. See? Not enjoying something new, freedom, but experiencing again a freedom that was lost. And freedom is not, people say, freedom is not free to, I said yesterday, freedom is not free to drink as much as you can, to use as many drugs as you can, to sleep with as many women as you can, and to do whatever you want, and kill everybody because you're free, you can do whatever you want. Because I can drink whatever I want, and sleep with whatever I want, that's also an idea, so you're a slave of another idea, which is an idea of freedom. So freedom is from ideas. 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 All ideas depend on one, depends upon an original one. So freedom is from ideas. So freedom is from ideas. So freedom is from ideas. Some people wake up in the morning, some people wake up in the evening. It doesn't matter, as long as you wake up, everything is okay. You can never wake up late. You always wake up on time. See, so the original idea is the idea that one's true nature, one's reality is limited to this particular individual form, individual, so to speak. That what we are in essence, which is nothingness, is limited to something, the limitation of nothingness with something creates a someone. So when this first moment of clarity happens, there's no way back. In your case, you said a lot, it's beautiful, but you said it's very nice, I really enjoy what you said. Because you said, well, there's a lot of rubbish within me, when is this going to end? No. That you cannot, nobody can tell you it. The moment will come when nothing will come to the surface, and that's it. But the beauty of the recognition of who you are in essence, it's like you become, as if you are, as if somebody put vaseline in your body. And nothing sticks on you. See? Somebody tries to grab you. Somebody tries to grab you. Exactly. So you are walking in the street, and then you become angry for no rhyme, no reason, or jealous for no rhyme, no reason. And then you see that, and as soon as you see that, it disappears. То есть ты можешь где-то гулять, идти куда-то, и вдруг по непонятной причине, неожиданно, ты злишься, или ревнуешь, допустим. Но ты сразу же будешь это узнавать, замечать в себе, и оно сразу же будет уходить. Оно не сможет уже цепляться за тебя и оставаться. And the others, пуф, that stops there. Sorry? As soon as you see yourself judging yourself and the others, как только ты будешь замечать, что ты осуждаешь себя или других, осуждение сразу будет прекращаться. This is why you are suggested… This is why you are suggested to be conscious of the one that is conscious while you are conscious of thoughts and sense perception. Именно поэтому вам предлагается осознавать того, кто осознает в то время, как происходит осознавание всего, восприятие окружающего мира и так далее. То есть есть мир, есть тело, ум, есть сознание, но ты даже не здесь. Каким-то образом ты можешь не терять из виду вот это, то, что все это осознается. Иногда я так говорю, не теряй из виду видящего во время виденья. И тогда то, что ты будешь видеть, оно не будет тебя касаться. Оно не будет тебя затрагивать, но вместе с тем ты будешь продолжать все это испытывать, переживать. То есть различные переживания, опыты, они будут продолжать происходить, что бы это ни было – холод, тепло, жарко, больно. Но ты будешь четко знать, что это не со мной происходит. Это не я, и вместе с тем оно происходит не отдельно от меня. Я – это просто-напросто пространство, которое осознает то, что происходит внутри него. И ты превращаешься в такую невидимую улыбку, которая переживает, чувствует вот это все. game of lights and colors called life. Вот это вот игру цвета и тени, эту игру… Игру цветов под названием жизнь. Это происходит со мной, вот ты сейчас говоришь, это со мной происходит. While you are talking, it is happening. Yeah, of course, I know, I know. I know. This is something that… yeah, I… yes, it does happen. Yeah, it is happening. Yeah, it is happening. I've been there. I've been there. I've been there. I was in a position when I was listening, I was a listener, not a speaker of this, but a listener of this. I was a listener of this. I was really interested about this subject, so I was giving all my attention to the speaker. And because I was not thinking, I could understand what the speaker was talking about, and listening to that will take me directly to the experience of what that person was describing. I mean… I remember I was listening to one teacher, whatever. And while he was talking, I lost my mind completely. And while he was talking, I lost my mind completely. I started smiling and laughing like an idiot. There was a moment that what he was saying, didn't have any meaning any longer. вообще потеряли всякий смысл, превратились вот в такое вот, все, что я воспринимал, некая картинка, которая бормотала что-то, и этот учитель говорил, что он на меня посмотрел, и перестал говорить. И он так помолчал, а потом говорит, ну хотя бы до одного дошло. И учитель продолжает, если хотя бы одному хорошо, если хотя бы один счастлив, все счастливы, потому что, когда ты в порядке, все хорошо, все хорошо, все хорошо. У этого есть имя. Я не знаю, как это все работает. То есть это не так, что я сознательно это делаю, прихожу сюда, сажусь, какие-то там фокусы делаю. Я знаю, что это работает. Как оно работает, я не могу понять. Иногда бывает, что я встречаюсь с кем-то взглядом, и раз, и все. А иногда бывает, как-то касаюсь кого-то, или я с кем-то обнимаюсь, раз, и все. Есть такое определенное имя у такого, что оно может происходить через слово, через касание, через взгляд. Не важно, как называется, главное, что это происходит. Действительно, может потребоваться какое-то время, чтобы весь этот мусор исчез. Но, когда этот мусор поднимается, ты можешь тоже будет происходить осознание, я злюсь, ну что из этого? Или я ревную, или я грущу, или я боюсь. Оно появляется, как-то выражает себя, ощущается в теле, а потом исчезает. Но ты оставайся видящим, не теряй из виду того, кто смотрит. И тогда может происходить уже что угодно. Даже Бог может явиться. Он явится и исчезнет. Что же это за Бог, который приходит и уходит? Привет, пока! И если Бог зависит от присутствия видящего, что же это за Бог? Потому что если это объект восприятия, значит он зависит от субъекта. Любой объект, наличие объекта зависит от наличия субъекта. Перед тем, как возникает какой-то объект, должен иметь место субъект. Это всё логично, это всё разумно, рационально, в этом нет ничего духовного. И это также не некое упражнение для ума, это нельзя выполнять умом. Это просто перенаправить осознавание на самого себя. И ты сразу же начинаешь смеяться. И это так просто. Или по-другому, если у тебя не получается осознавать того, кто осознает, то попробуй осознать, попробуй заметить то, что ты называешь собою. Как только ты попытаешься это нащупать, оно сразу же исчезнет. Когда ты ищешь ум, то есть ум — это то, что ты называешь собою. И вот это так называемое «я», ты на него смотришь, и он рассеивается. И получается тот же самый эффект, такой же эффект. Результат такой же. И вам начинать это, помните? Вот так Harris. Это такая прекрасная женщина. Не смеется как ребенок. Вроде бы такая серьезная женщина. У меня просто понимание. Я хотел бы сюда приехать, чтобы у вас зрительство. Ты хочешь приехать? Вы хотите выйти? Нет, есть кто-то рядом. Хорошо, ждем. Я в крючке. Я в крючке. Вы уже попали туда, куда надо. Вы перепрыгнули всю очередь. Вы уже сидите уже там, где надо. Даже сами не поняли этого. Вы выпрыгнули из этой лодки. И даже сами этого не поняли. То есть, как бы сидели и говорили, хочу выпрыгнуть. What is the cue? The cue is behind you. Хочу выпрыгнуть. И потом такая, а где же очередь? Где же очередь? Очередь за вами уже. И это пробуждение, оно настолько обычное, настолько обыкновенное, что иногда так бывает, что оно имеет место быть, оно происходит. Но ты даже не знаешь, что это оно есть, пока тебе кто-то не расскажет. Мне нравится, как она говорит, вот, экстраординарное. На самом деле, оно не экстраординарное, оно суперординарное. Есть такие у нас моменты у каждого, когда ты осознаешь, но не думаешь. Вот это и есть пробуждение. Вот это момент пробуждения. Когда этот выдуманный образ тебя отсутствует. Когда этот образ мира, образ себя, вообще любые образы, которые для нас как сон, они уходят. Их нету. То есть, ты просыпаешься от этого образа. Ты больше не видишь этот сон, что ты это кто-то, что ты это что-то. И если ты какое-то время подольше побудешь без мыслей, ты начнешь вот такое вот, что-то подобное переживать. Окей. Это все? Ты рад ответом? Доволен ответом? Ты не беспокойся, что вот этот оставшийся мусор, он будет проявляться, происходить, потому что у него нет другого выхода. Я это называю процесс уничтожения нашей психологической обусловленности. Или иногда я это называю апокалипсис эго. Или разрушение психологической, эгоистической структуры внутри осознавания, внутри существования. Ну, по-разному называю, главное, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Не важно, как вы это называете или как вы это объясняете, главное, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Потому что, на самом деле, передавать суть в словах, это самое нелепое, самое смешное, чем можно заниматься. То есть, время, это может, ну, оно может, сколько угодно времени, да, длиться, неизвестно, как бы, сколько это по времени происходит. Никто не знает, может, быстро, долго, и никто не знает, знаешь, почему, потому что оно где-то вот тут. Оно спрятано, оно скрыто, и никто не знает, сколько его там. Ты его видишь только тогда, когда оно появляется. Подсознание, под, то есть, оно под, ты даже не знаешь, что оно есть. То есть, оно должно проявиться, чтобы ты узнал, что оно есть. Потому что оно в подсознании, ты никогда не будешь знать, сколько же там осталось. Это очень болезненный такой процесс. Да, он может быть очень болезненным и, в основном, эмоционально болезненным. Но за всем этим ты можешь стоять и улыбаться. За твоей депрессией или грустью может стоять улыбаться. Ты можешь быть счастлив, и счастлив, находясь в депрессии. Ты можешь спокойно находиться в стрессе. Ты можешь радостно злиться. Потому что тогда это будет всего лишь некое явление, которое вот тут перед тобой происходит. Но это вот то, что будет происходить, у него есть сила, оно обладает силой захватывать полностью твое внимание настолько, что ты будешь полностью в этом и опять будешь верить, что ты это вот это происходящее. Тогда, когда, если твое внимание будет полностью захвачено этим, просто нужно вспоминать, что немножечко внимания все-таки вот тут должно быть. И поверь мне, как только вот это растождествление будет происходить, вот это, с чем ты отождествлялся, оно сразу будет исчезать. Как только ты его заметил, как только ты его увидел, оно не может выжить. Если ты его увидел, оно не может остаться. Спасибо. 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 Потому что там все еще присутствует какая-то форма контроля. Форма контроля, потому что бывает, когда такой смех подступает, ты как бы сдерживаешь себя, и из-за того, что ты сдерживаешь, может возникать какая-то боль. А если ты разрешишь себе просто смеяться, тогда это не будет никакого вреда наноситься. Я так рада видеть вас. Я так рада видеть вас. Я так рада видеть вас. В 2009 году было событие, о котором все знают. Не-не-не, без истории, без истории. Поезд прекратился, и вы пришли ко мне во сне, во сне приснились, и успокоили или как-то сказали, ладно-ладно. И я восприняла это как руководство. В этом году два раза. Два раза была возможность приехать. И не получилось в Питер, не получилось в Омск, а вот сейчас получилось. У меня такой вопрос, я раньше не знала, я просто наблюдала мысли, как бы. Да. А когда стала слушать сатсанги? Я стала смотреть туда, откуда происходит смотрение. После сатсангов, да? Правильно? Да. И после сатсангов, я начала смотреть на тот момент, от того, куда наблюдение приходилось. И со мной стало происходить, я стала улавливать, я стала смотреть на саму себя. И я начала смотреть на себя. И содержимое восприятия, оно рассеивалось, нечеткое. А то, куда я смотрю, выходит на первый план, это было, как, вы знаете, это движение вперед. А. 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 в действительности именно это происходит, вы не движетесь, вы недвижимы, вы нерушимы, вы никуда не уходите, ниоткуда не приходите, вы ничего не делаете, вы только осознаете, а все остальное двигается, в пространстве вашего поля восприятия. И поначалу это, конечно, кажется, как некое сумасшествие. Когда со мной это стало происходить, я думал честно, что я сошел с ума. Но затем я осознал, что это факт, вот так все есть. Я имею кафе, я содержу кафе. Восприятие другое, я смотрю по-другому. И у меня восприятие людей изменилось сильно. Вот это то, что вы называете сумасшествие, заставило меня нанять управляющего и уйти, выйти из системы. Что-то подсказывало, что стали говорить, что, ну, в общем, неважно. Теперь страшновато. А я когда сюда шла на сатсанг, восприятие не то чтобы меня пугает что-то, но мне так интересно. Я хотела спросить, правильно я смотрю? Я смотрю в правильный способ? Да. 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 Это нормально. Скажи нормально. Нормально. Все нормально. Когда ты воспринимаешь и не думаешь, вот и происходит это изумление, очарование. Вот так вот. Теперь. Это и есть восприятие ребенка. Вот такое вот наивное, непосредственное восприятие. А ребенок воспринимает, и он даже не знает имен этим вещам, которые он видит. А ребенок ничего не знает, но нет никаких знаний, это хорошее, это плохое, это правильное, это неправильное, это грешник, это святой. И у ребенка нет чувства разделения. То есть ребенок, он пробужден. Просто он не знает, что вот этому состоянию, в котором он живет, которое он проживает, этому состоянию есть определенное название. А название этому состоянию и есть пробуждение. Я был на автобусе, помните, из Москвы до Уфа? Нет. В Новосибирске, в Москву. Нет. В Москву, в Москву, в Самару. Я там забавлялся своей новой игрушкой, своим новым мобильным телефоном. И в этом айфоне очень хороший фотоаппарат. Я смотрел из окна иллюминатора, и все, что я там видел, было просто удивительно. Те облака, цвета. И сам самолет. Сделал все, фотографировал. И я потом отсылал своим друзьям. И в каждом моменте… Да, ты возвращаешь себе эту способность удивляться, удивляться всему. И тогда уже, чем бы ты ни занимался, ты относишься к этому с такой ребяческой, глуповатой формой поведения. Ты можешь продолжать заниматься своими тренажерами, но в этом будет такой другой привкус. Ты будешь выглядеть таким большим ребенком. То есть все, чего ты будешь касаться, к чему ты будешь прикасаться, относиться, иметь делосы, оно все будет пронизано вот этой детскостью, вот этой детскостью. И ты можешь называть это любовь, можно называть это благость, или блаженство, и так далее, и так далее. Или можно это называть, что ты будешь делать все от своего сердца. Нет ума. То есть все в порядке. И у некоторых людей тоже такое бывает. Вот в моем случае потребовалось какое-то время, чтобы я научился заново делать какие-то вещи, какие-то дела. То есть в данном случае это состояние настолько было глубоким, что иногда я просто терял ощущение времени, чувство дистанции. Я мог проходить через дверь, и я мог просто биться о косяк, потому что я не чувствовал, как я там близко и далеко от этого косяка. То есть требуется какое-то время, чтобы прийти в равновесие между пребыванием и деланием. То есть не существует баланс между бытием самим собой и совершением действий. И после, когда ты начнешь уже действовать, нет никаких примеров для сравнения. Потому что, возможно, ты будешь непредсказуем сам для себя, ты перестанешь узнавать сам себя в своих собственных действиях. Ты уже не будешь видеть себя прошлого в том, что ты делаешь. Потому что будет такое происходить, что твои старые модели поведения, они исчезли. И будут выражаться какие-то другие модели поведения, и будет такое ощущение, а кто это говорит сейчас? Кто вот этот такой сейчас? Кто я такой? Как будто бы ты превратишься в совершенно другого человека. И ты становишься странным. То есть в своей семье ты начинаешь казаться странным, в кругу друзей ты начинаешь казаться странным. Как будто бы это курилось. И я могу вам сказать, что, возможно, ты даже много кого потеряешь. Всех можешь потерять. Она немножко того. Да, уже. Да, уже. Чего бы, говорит, такого покурить, чего Николаевна накурилась. Люди спрашивали, что я пил, чтобы быть так стонен. Да. И потом... Да. Какое... 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 Что-то начинает светиться, сиять через тебя. И ты так радостно на все смотришь, но при этом твой взгляд очень такой пристальный. И ты начинаешь на кого-то смотреть. Но у нас обычно, если ты больше, чем 5 секунд на кого-то пристально смотришь, в ответ ты слышишь чего? Ты чего? Ничего. Я тогда говорю, ничего. Я просто смотрю на тебя. Я смотрю на тебя, и все. И все. Такая реакция у людей. Дебил. Я пошел. Вот, ладно, давайте счет, я пошел. Это нормально. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Что-то. Ничего не поделаешь. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если честно, это невозможно описать И это есть то, откуда ты смотришь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Немножечко страшно, но вместе с тем я счастлива Да, я счастлива Ты настолько пробужденная, настолько, что ты даже не знаешь, насколько И для меня это чудо быть свидетелем этого Спасибо, спасибо Я хочу рассказать опыт проживала я, наверное, месяца два или три назад Я просто хочу узнать, что это такое Ну, это сейчас болит, когда не болело Ну, это сейчас болит, когда не болело И, в общем, как провалилось куда-то, такое было ощущение, да, я и видела, видела такое белое-голубое свечение, такой свет Я видела вот это вот, такое, как облако В общем, сознание, в общем, мне подсказало, сознание или что Я поняла, что вот это и есть я, ничто Есть то, что является ничто Оно было недвижимо такое И очень комфортно там находился было А потом ум вмешался И, в общем, сказал, ой, как красиво, и как тут хорошо, и все вышло Я хочу просто сказать, что вот это пространство было ограничено почему-то Я хочу сказать, что это было Ты что-то спрашиваешь? Я скажу это еще раз? Нет, нет, нет. Она имеет хорошую память. Субтитры создавал DimaTorzok Я уже сейчас забуду тебя. Я уже забуду тебя. Я уже забуду тебя. Я уже забуду тебя. Я забуду тебя. Я забуду тебя. Ты не забуду тебя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, 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 да Меня вот интересует, почему вот именно было еще как в рамках, какое-то в ограничении вот это сверкающее вот это как облако сказать, не знаю И потому что это облако, это ограничение Понимаешь, все, что ты видишь, будь это облако, или свет, или цвета какие-то, все это будет меняться, все это только явление, феномен, все это проявленность И вот в том твоем опыте, что самое важное, это узнавание себя как пространство, которое все это видит Сначала я это осознала, то есть там пришло сознание, да, а потом уже ум пришел, когда я уже то есть то То есть то есть то, что ум появился, это тоже нормально, но на самом деле это не так важно Это очень то, что вы сказали только что, это прекрасно. Потому что вы сейчас уже знаете, откуда мысли появляются, да? Ну, наверное. Ну, правильно, они приходят из этого пространства. Это пространство создает мысли, из себя, из него все раз и появляется. И все эти феномены, все эти явления, которые ты воспринимаешь, они излучаются, исходят из тебя, сами по себе, без напряжения. То есть ты вот это все создаешь, все это совершаешь, даже не зная, что ты это совершаешь, как ты это создаешь. Без намерений, без желаний, без цели, без смысла и без напряжения. Потому что это твоя суть, твоя природа. Природа, вот такова природа реальности, создавать иллюзию. That's what it does. That's what it does. Вот этим реальность занимается. See, in the same way, the nature of the ocean is produced waves. Точно так же, как природа океана, создавать волны. То есть океан не может не создавать волны. The nature of the wind is to blow, the nature of the sun is to shine. А природа ветра дуть, природа солнца сиять, светить. The nature of the bird is to fly, the nature of the absolute, your reality, is to manifest things. Природа птицы летать, а природа абсолюта, то есть твоей действительности, проявлять вещи. Но после того, как реальность все это проявляет, она начинает думать, что она – это вот это. И таким образом, она отождествляет себя с этим. И вот то безграничное, оно начинает верить, оно начинает считать, что оно ограничено. Что его реальность, его действительность ограничена вот этой какой-то формой. И вот, а затем ты еще сказала, это очень красиво. Это тоже нормально. Это натуральная экспрессия of the recognition of the truth of this moment. И когда происходит осознавание, истинное осознавание, то это естественное выражение сказать, как красиво. Но автоматически, как только появляется эта мысль, это красиво, появляется опять отождествление себя с мыслью. И начинает казаться, что пространство ушло. Никуда оно не уходило, оно всегда здесь. Это как раз пространство и подумало, как красиво, как удивительно. Кто думает? Личность? Так не может быть. Может ли личность думать, или личность сама является мыслью? И этот ваш опыт, на самом деле, это был очень прекрасный момент ясности. Очень прекрасный момент осознания. И чем бы этот момент не сопровождался, светом, яркими цветами, может быть, темнотой, неважно. Потому что все эти, все, что сопровождает, это все равно проплывающее облако. Это явление некоторое. Это еще одно явление, которое происходит внутри пространства тебя. И все это происходит для твоего собственного изумления. Для твоего собственного «Ух ты!» Ух ты! Что это было? Я хотела сказать такую штуку. Мне уже дочери мои говорят, ну, мама, я по каждому поводу ищу слова внутри, там, вот копаюсь, настолько ум заторможен, что я начинаю говорить, и я теряю обычные самые слова, куда они деваются. Потом нет-то нет, раскопаю где-то. Это что, уже это... Аппарату, да, или... Аппарату, да, или... Это как, я хочу идти туда, чтобы найти правильные слова, и все это так достоинно, что мои дочери уже сколдывают меня. Как, мам, как ты можешь быть так достоинно? Как ты можешь думать что-то так достоинно? Ну, ты знаешь, наверное, скорее всего, это не так, что ты очень там медленно находишь, что же сказать или как подумать, скорее всего, ты где-то там глубоко понимаешь, что не о чем говорить, не о чем сказать в этот момент. Такое есть. Потому что семья, общество, культура, все это, наше окружение, оно почему-то постоянно требует от нас объяснений. Я сейчас больше молчать стала, в основном молчать стала. It's true, and even now, I am quiet much more time, I don't talk most of time, I don't talk at all. Because there is nothing to say. Правильно, не о чем говорить. And the mind is just a tool for practical purposes. What's the time? Do we have vegetables to make lunch? No? Well, let's go and get by. And that's it. А ум – это всего лишь инструмент для выражения чего-то практического. Если ничего не нужно делать, то ум может вообще молчать. То есть, допустим, у нас есть овощи, нам хватает сегодня на обед. Если нет, давай пойдем что-то купим. И все. И ты можешь даже обнаруживать иногда, что ты чем-то занимаешься, что-то делаешь и даже не думаешь. Ты просто совершаешь какие-то действия, или моешься, или чистишь что-то, или нарезаешь, и совершенно не думаешь. And the mind is quiet. Ум молчит. Ah, there's so much peace. И в этом столько покоя. See? Oof, without the mind telling you stories and... Потому что нет ума, который тебе все время рассказывает какие-то истории. Yeah. It's perfectly alright. I'm telling you, you become weird. Mom, what's wrong with you? Mom, what's wrong with you? What is wrong with them? Yeah. Yes, and there's something wrong with you. Yes. And then you... But this comes with a sense of compassion also, because you know that... that they are not they. There is no them. So that which is clear here, it's still confused there. Because there is no them. Because there is no them. And from this comes understanding, and from understanding comes compassion. And love, because this is love, love, love the ego. You don't judge them. You don't push them away. You love them. You accept that this condition is there, and then you love them. And they can behave in the most unacceptable social manner. You still love them. You still love them. And they can behave in the most unacceptable way, but you will still love them. Because you know that there is no body there that you can blame. And you know that this behavior is unconscious, so it's not... It's clear. It's clear. And I see what I do. I want to ask you. I do not want to ask you. I do not want to ask you. Yeah. You never do something right or wrong. Actually, you haven't done anything. Nothing had ever happened. Because this is your self-phenomenon around you, that's all. Only you think this is happening, nothing is happening. Can you see that? Пока ты не думаешь, что что-то происходит, оно не происходит. Only you think something is there, nothing is there. Пока ты не думаешь, что что-то есть, его нет. Ум включается же, наверное, и ум сомневается так, не так. It must be mind. Now his mind switches on, and it is the mind who is having doubts. Exactly. Exactly. It's so nice that you can see that also. And then you see that, and then you doubt, the doubt, the doubt, and the doubter, which is, which is, the teacher, second round, she woke up, she fell asleep, waking up, she woke up, she fell asleep, she woke up. Because the mind is doubting. Ум пытается анализировать, сравнивать, оценивать, но он делает ничего, потому что, в то же время, жизнь не происходит автоматически. Это то же самое, если бы я принимал душ, и вот, допустим, я принимаю душ, моюсь определенным образом. И в это время он бы мне рассказывал, вот нужно мыться вот так, а вот так не нужно мыться. И пока ум себе рассуждает, как нужно, все равно все происходит так, как оно происходит. И то, что вот здесь происходит, оно вообще не происходит. Вот здесь вот это не происходит. Когда ум говорит, «Господи, вот это проблема!» Проблемы нет. Вот то, что здесь, оно не происходит. Проблема вообще не возникает, пока не появляется мысль, у меня их почти нет. I almost don't have any problems. I know. Unless I think them out by myself. Yeah. And the more you realize the illusoriness of this quality of thinking, чем больше ты понимаешь иллюзорность мышления, рассуждений вот такого качества… Because this thought is basically in identity with the body. I don't know if you can see that. Я не знаю, вот увидела ли ты уже, что вот мысли такого рода, такого качества, они все отталкиваются от отождествления себя с телом. Am I doing this? I understand that thoughts are from the body. I understand that thoughts, they are from the body. Yeah, about the body. Не от тела, а о теле. О теле. Ну да. Они вместе, ум и тело, это как одно, один инструмент. It's your instrument, but it's not who you are. It's not you, and yet it's not separate from you. You are within this, so to speak. Or this is within you, however you like to place it. То есть ты как бы внутри этого. Или можно наоборот сказать, вот это внутри тебя. See? There is no separation. Нету границ, нету разделения. See? That which is conscious. То, что осознает. Consciousness. Осознавание. And what appears in consciousness. And what appears in consciousness. They are not separate, it's only one. Then who is doing what? Who is with whom? Есть здесь кто-то с кем-то. It's perfectly alright. Все совершенно в порядке. See, if you listen carefully to yourself, and if they listen carefully to you, who decides to meditate? Кто решает помедитировать? This one? It can be. The mind, it cannot be. Who is looking for the truth? The truth. It is looking for itself. Who is looking for peace? Peace. Who is looking for silence? Silence. Who is looking for reality? Reality. Who is looking for reality? Reality. Reality. Yeah. And who finds what? и кто что обнаруживает. So this is revealing itself. Если кто-то, кто что-то обнаруживает, на самом деле оно, оно проявляется само себе. За счет себя же. И оно проявляется себе. Потому что здесь больше никого нет. Спасибо большое. Очень приятно с вами разговаривать. Thank you. See? So nice. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Я долго ждал этого события. И походу только сюда добирался. Я представлял какие вопросы буду задавать. I have been waiting for a long time for this meeting to happen and on my way here I was imagining myself which question would I ask. Они у меня были. И когда я сюда приехал уже окончательно, я понял, что они закончились. So I had lots of questions, but when I finally came here I realized that I don't have any questions. У меня есть просьба такая. I have a like anything doesn't matter say something no problem like I would like to ask you something or like kind request я бы хотел сесть вам ближе за руку взять и побыть в тишине смотрите вам в глаза I just would like to sit I just would like to sit I just would like to sit close to you to hold your hand for a while just stay nearby in silence with you then come давай why not I have a girlfriend у меня есть девушка у меня есть девушка у меня есть девушка у тебя а, окей у тебя окей окей все очевидно окей ну мы разобрались теперь все ясно Я не знаю. Я не знаю. Я шучу. Я знаю. Я ничего не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Это просто мысль выскакивает, мысль выпрыгивает, ничего больше. Это мысль, которая выпрыгнула, выскочила из ящика Пандоры, ничего страшного, сейчас мышь ушла, она убежала, я все равно тебя люблю. Супер. Кого? Это только то, что ты думаешь, это только твои мысли, я ненавижу. Это не так, это неправда. Не верь в свои мысли, потому что эти мысли — неправда. Это неправда, потому что меня ты ненавидишь, ты не ненавидишь. Ты же здесь, и ты улыбаешься. Мисс Лаш, я не думаю, что это не. Но я ненавиду. Ты, наоборот, очень классная, мне очень нравятся твои картины. Твои рисунки. Просто это жизнь, которая время от времени пинает тебя так хорошенько, с разных сторон. Просто что-то тебя ударило когда-то в жизни, и ты это восприняла лично. Вот дело в этом. И твое отождествление с телом породило начало вот этой ненависти. Потому что я думаю, что я — это тело. Я думаю, что все, что происходит, оно происходит с телом, то есть со мною. И вот то, что ты делаешь, ты делаешь мне. Ты оставляешь меня наедине, оставляешь меня одну. Ты меня бросаешь, это меня ты бросаешь, это меня ты покидаешь. И вот в таком духе мысли происходят. Но это все только игра воображения. Это все происходит только в воображении. Я тебя понимаю прекрасно, потому что я переживал то же самое. Моя жизнь далеко не была похожа на сад из роз. И я был в очень даже ужасных ситуациях. Я иногда был настолько в ужасном положении, что я сам не понимал, как я еще остаюсь в здравом рассудке. И было такое впечатление, что жизнь, она несправедлива. И людям нельзя доверять. Ты ни на кого не можешь положиться в этой жизни. И было такое, не верь же больше женщинам, они все лгут. Все женщины одинаковы. И то неправда, некоторые еще хуже. Вот в таком духе было. Но все это были, это все оставалось только мысль. То есть я сам себе рассказывал эти истории. И сам в них верил. То есть я сам себя гипнотизировал. Несознательно. И этими мыслями я приносил, я наносил вред своему же телу. И все это потому, что я верил, я считал, что моя реальность, я ограничен вот этим. И мне казалось, что все, что происходило, оно происходило со мной. И все, что кто-то делал с вот этим, он причинял мне. И получается, и тогда у тебя появляется свое страдание, и ты вливаешь свое страдание в совокупные человеческие страдания. И как бы страдания сливают, ты сливаешься с человеческими страданиями, и еще и с ними себя отождествляешь. И их начинаешь обвинять. И ты начинаешь говорить, вот, они кого-то там, кому-то что-то делают плохое, и они могли бы то же самое причинять мне. Но именно с такого начинаются войны. И ты начинаешь тогда бороться против системы. И присоединяешься к какой-то революции, повстанию. Или ты начинаешь в интернете распространять все вот такие вот идеи, там, плохо отзываться о политиках. Но здесь некого винить. И тогда ты хочешь все изменить, сделать этот мир лучшим местом, изменить мир к лучшему. И превращаешься в какого-то там активиста, какого-то движения, или становишься пацифистом. Но все это всего лишь самое разнообразное выражение, состояние, когда ты в конфликте с тем, что происходит. Единственный путь перестать страдать, это осознать, то, кем ты являешься на самом деле. То есть, на самом деле, это неправда, что ты всех ненавидишь. И это неправда, что ты всех любишь. Потому что никого нет. Некто, вот этот некто, это всего лишь отождествление с телом. И поэтому я совсем не против, что ты сюда приходишь, и когда происходят вот такие всплески, вот такие штуки. Потому что я знаю, что это происходит несознательно. Я прекрасно знаю, я прекрасно понимаю, что ты не хочешь иметь такие мысли, что ты не хочешь вот такое переживать. Но, как раз таки, слушая вот это много-много-много раз, ты осознаешь иллюзорность всего этого. И вот это вот, то, что мелькает, оно тогда, за счет его осознавания, оно потеряет силу вот так вот овладевать телом и проявляться вот таким вот неожиданным образом. Но с моей точки зрения, вообще все нормально. И ты увидишь, что когда ты замечаешь свои мысли, тогда мысль уже не имеет власти над телом. Она не начинает как-то овладевать этим телом, шатать его. И мысль не превращается в действие. У тебя свои таланты, у тебя свои способности. Я вчера видел твои рисунки, они были очень красивые. С тобой все нормально. И нет ничего такого, на что ты не способна. Единственная проблема, что ты веришь в то, что происходит у тебя в голове. Если ты не перестанешь верить в свои мысли, ты сможешь заниматься чем угодно в этой жизни. Да, ты можешь. Да, ты можешь. Спасибо. Спасибо. Сensible guy, nice. 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 Very soft. Nice. Anything else? Somebody is writing to me on Facebook. Some people are on Facebook, but you cannot see pictures of them. They put pictures of what they identify with, energy or symbols or whatever. I don't understand why they do that, but anyway, what is there to understand? Мне бывает, присылают такие сообщения по Facebook у людей, у которых нет аватарки, то есть нету их фотографии. И я даже не знаю, кто это делает. И я, в принципе, не понимаю, зачем так делать. То есть человек какую-то картинку цепляет, там, может быть, это то, как он себя видит, образ себя, там, какой-то свет или какая-то личность. Ну, в принципе, я же не должен все понимать. And somehow I feel this impulse to I want to live in Russia or something, I don't know. И мне очень много сообщений приходит и писем именно от русских. И вот у меня такое появилось, ощущение, что мне стоит жить в России. And the guy keep on asking me, why do you, I don't understand why do you want to live in Russia? А меня, знаете, некоторые другие все время теперь начинают спрашивать, не понимая, почему ты хочешь жить в России? And this is a compliment to his question today because of the people, basically. And this is a compliment to his question today because of the people, basically. You guys are great. You are honest. It doesn't matter if you are right or wrong. You just pick it out. You are honest. It doesn't matter if you are right or wrong. You just pick it out. Right or wrong or whatever, I don't know, but it's there. And you have a huge, huge heart. I mean, I've been all over the world. I'm not saying this to make one country higher than the other, but it's difficult to find so much welcoming in a general way. And you have that. And you have still this great sense of community, I would say. You are not divided within your own space. That's good to see. And you are so intense. You are so intense. You are so intense. You are so intense. That combines the combination of that with love or that produces miracles. И если это будет сочетаться с любовью, то именно это сочетание вот этой вот интенсивности открытости и любви, оно будет совершать чудеса. Если же вот эта вот открытость такая, эта напористость будет загрязняться, окрашиваться какими-то идеями, то it becomes what? Тогда это будет приносить хаос, это будет приносить конфликт. И вы испытываете огромную жажду истины, вы как бы от природы своей уже искатели истины. То есть у вас уже заложена сразу же очень огромная энергия. И сейчас именно это к вам и приходит, я не имею в виду только через Цезаря, оно приходит самыми разными путями. Я знаю очень много настоящих людей, которые приезжают в эту страну и говорят о том же. Хорошо. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Вы можете на выходе приобрести видеозаписи с встречами с Цезарем. И также мы хотим вам сообщить, что эти встречи проводятся за счет добровольных взносов, которые может сделать каждый из вас, если он считает это нужным, если у него есть такая возможность. Цезарь не взимает платы за вход никогда, но он занимается только этим, он живет за счет средств, которые мы собираем в коробочку после каждой встречи. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть желание и возможность, вы можете в любой день оставлять любую сумму, которая вам удобна на выходе в коробочке. Спасибо за внимание. Я долго ждал этого события, и по ходу того, как сюда добирался, я представлял, какие вопросы буду задавать. Они у меня были, и когда я сюда приехал, уже окончательно, я понял, что они закончились. У меня есть просьба такая. Я бы хотел сесть вам ближе, за руку вас взять и побыть в тишине. Смотрите вам в глаза. Я бы хотел сидеть. Я бы хотел сидеть. Извините. Я бы хотел сидеть близко к вам, чтобы держаться в тишине, чтобы держаться в тишине. Я бы хотел сидеть в тишине. Я бы хотел сидеть. Давай. Я бы хотел сидеть в тишине. Я бы хотел сидеть в тишине. У меня есть девушка. Я бы хотел сидеть в тишине. Я бы хотел сидеть в тишине. Завтра я бы хотел сидеть. Это понятно. Я бы хотел сидеть в тишине. Ну, мы разобрались. Теперь все ясно. Я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Still, I am hating. I am hating. You are cool, I like your paintings. It is just life. Life gives you a good punch here and there, now and then. And you took it personally, that's all. So your identity with this created that hatred. Because I think this is me. I think that what happens to this is happening to me. So do what you are doing to me. You are leaving me alone. Leaving me behind, abandoning me, etc., etc., etc. You are leaving me, you are leaving me, you are leaving me, you are leaving me, etc. But this is all that is imagination. но это все только игра воображения все происходит только в воображении я тебя понимаю прекрасно потому что я переживал то же самое моя жизнь далеко не была похожа на сад из роз я был в очень даже ужасных ситуациях я иногда был настолько в ужасном положении что я сам не понимал как я еще остаюсь в здравом рассудке и было такое впечатление что жизнь она несправедлива и людям нельзя доверять ты ни на кого не можешь положиться в этой жизни и было такое не верь больше женщинам они все лгут все женщины одинаковы и то неправда некоторые еще хуже и так далее но все это были это все оставалось только мысль то есть я сам себе рассказывал эти истории и сам в них верил то есть я сам себя гипнотизировал несознательно и этими мыслями я приносил я наносил вред своему же телу и все это потому что я верил я считал что моя реальность я ограничен вот этим и мне казалось что все что происходило оно происходило со мной и все что кто-то делал с вот этим он причинял мне и получается и тогда у тебя появляется свое страдание и ты вливаешь свое страдание в совокупные человеческие страдания и как бы страдания сливают ты сливаешься с человеческими страданиями и еще и с ними себя отождествляешь и их начинаешь обвинять и ты начинаешь говорить вот они кому-то что-то делают плохое и они могли бы то же самое причинять мне но именно с такой начинаются войны ты начинаешь тогда бороться против системы там присоединяешься к какой-то революции повстанию или ты начинаешь в интернете там распространять все вот такие вот идеи там плохо отзываться о политиках но здесь некого винить и тогда ты хочешь все изменить сделать этот мир лучшим местом изменить мир к лучшему и превращаешься в какого-то там активиста какого-то движения или становишься пацифистом но все это всего лишь самое разнообразное выражение состояние когда ты в конфликте с тем что происходит единственный путь перестать страдать это осознать то кем ты являешься на самом деле то есть на самом деле это неправда что ты всех ненавидишь и это неправда что ты всех любишь потому что никого нет некто вот этот некто это всего лишь отождествление с телом и поэтому я совсем не против что ты сюда приходишь и когда происходят вот такие всплески вот такие штуки потому что я знаю что это происходит несознательно я прекрасно знаю я прекрасно понимаю что ты не хочешь иметь такие мысли что ты не хочешь вот такое переживать но как раз таки слушая вот это много-много-много раз ты осознаешь иллюзорность всего этого и вот это вот то что мелькает оно тогда за счет его осознавания оно потеряет силу вот так вот овладевать телом и проявляться вот таким вот неожиданным образом но с моей точки зрения вообще все нормально и ты увидишь что когда ты замечаешь свои мысли тогда мысль уже не имеет власти над телом она не начинает как-то овладевать этим телом шатать его и мысль не превращается в действие ты очень хорошая девочка очень классная у тебя свои таланты у тебя свои способности я вчера видел твои рисунки они были очень красивые с тобой все нормально и нет ничего такого на что ты не способна единственная проблема что ты веришь в то что происходит у тебя в голове если ты не перестанешь верить в свои мысли ты сможешь заниматься чем угодно в этой жизни да ты можешь это как сделать тебеplasen ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги Сensible guy, nice. Very soft. Anything else? Somebody is writing to me on Facebook. Some people are on Facebook, but you cannot see pictures of them. They put pictures of what they identify with, energy or symbols or whatever. I don't understand what they do, but anyway, what is it to understand? I sometimes send messages on Facebook to people who don't have an avatar, they don't have their photos, and I don't even know who it does, and I don't understand why it does. If a person is holding a picture, maybe it's the way he sees himself, the image of himself, the light or a person. I don't even know everything. And somehow I feel this impulse to… I want to live in Russia. Or something. I don't know. And the guy keep on asking me, why do you… I don't understand why do you want to live in Russia. And this is a compliment to his question today because of the people, basically. You guys are great. You are honest. It doesn't matter if you are right or wrong. You just pick it out. You are very straight. You are just… Right or wrong or whatever, I don't know, but it's there. And you have a huge, huge heart. I mean, I've been all over the world. I'm not saying this to make one country higher than the other, but it's difficult to find so much welcoming in a general way. And you have this great sense of community, I would say. You are not divided within your own space. That's good to see. And you are so intense. You are so intense. That combined… the combination of that with love that produces miracles. И если это будет сочетаться с любовью, то именно это сочетание вот этой вот интенсивности, открытости и любви, оно будет совершать чудеса. Если же вот эта вот открытость такая, эта напористость будет загрязняться, окрашиваться какими-то идеями, то это будет приносить хаос, это будет приносить конфликт. И вы испытываете огромную жажду истины, потому что вы как бы от природы своей уже искатели истины. То есть у вас уже заложена сразу же очень огромная энергия. И сейчас именно это к вам и приходит, я не имею в виду только через Цезаря, оно приходит самыми разными путями. Я знаю очень много настоящих людей, которые приезжают в эту страну и говорят о том же. Хорошо. Пока-пока. Спасибо. Вы можете на выходе приобрести видеозаписи с встречами с Цезарем. И также мы хотим вам сообщить, что эти встречи проводятся за счет добровольных взносов, которые может сделать каждый из вас, если он считает это нужным, если у него есть такая возможность. Цезарь не взимает платы за вход никогда, но он занимается только этим. Он живет за счет средств, которые мы собираем в коробочку после каждой встречи. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть желание и возможность, вы можете в любой день оставлять любую сумму, которая вам удобна на выходе в коробочке. Спасибо за внимание.